привет дорогие друзья а сегодня мы поговорим про чайные фигурки и тут такие вот маленькие игрушки которые обычно ставят китайцы на уголочек чайной доски и поливают их водой многие видели но не все знают зачем это очень часто спрашивают вот существует в общем то очень большое количество таких фигурок огромное количество разновидностей вот то есть и очень много разных сюжетов то есть традиционно фигурки делали буквально несколько было сюжетов то есть это не лафа то есть такой бог богатства до китайский соответственно с монетами потом жаба то есть такой тоже традиционное тоже богатство да значит потом значит зодиакальные животные то есть там крыса лошадь собака так далее и может быть еще вот лу юй собственно автор чайного канона и родоначальник свечами традиции в китае но сейчас собственно чайный рынок разросся количество мастеров тоже увеличилось и начали активно экспериментировать то есть делают почти все что угодно начиная там вот от каких-нибудь там носорогов или даже слонов и заканчивая там таким вот пластиковыми фигурками которые собственно поливают кипятком и они меняют цвет я покажу как происходит вот они делаются из поста специального пластика который имеет такое свойство что при повышении температуры то есть при поливании кипятком они превращаются немножко такой вот друг другой цвет более такой яркий и контрастный причем самые разные цвета бывают значение принципе довольно простое то есть это просто какой-то берег чайного пространства которые каждый человек который использует ну что-то в него вкладывать но я бы сказал что не то что все там китайцы настолько глубоко религиозно что что ставят там себе буду уголок но обычно это просто как такой вот скажем так часть просто чайного действий так принято за это все так делают потому что так принято не обязательно бы для этого появился до сизма конфессионского или буддизма но собственно это так просто делается и все собственно материала для этих фигурок больше всего три варианта то есть либо глина разные то есть может быть сочетание разных цветов глины как например действует цикадка да там то есть желтая и черная глина может быть соответственно пластиковые фигурки а бывает еще вот делать фигурки жуял то есть это были обливаю обливаю керамика блин фарфор вот но и собственно все но и как комбинации до разных цветов глины для того еще по чистке носить фигурках глиняных есть такие маленькие дырочки то есть они бывают там причем самых неожиданных местах на прежде суту зайца там на попке такая дырочка что что из-за джем дырочка еще она нужна то есть пойдет фигурку в холодную воду какое-то время она там лежит и после того как она поливается кипятком предварительно при холодной воде за счет раз температур вода начнет начать пускать его пузырики либо плеваться водой кроме того еще есть такие довольно забавные фигурки на перти будут у мальчика которая такой с какой корзины то есть поливаешь в корзину он там писает в рот жабе весьма экзотичная фигура но сейчас говорю что-то что только не придумают то есть это абсолютно не является традиционной фигуркой просто сейчас уже современ мастера экспериментируют у нее все что хотят ну то есть принципе чайная фигурка это сказать просто такой эстетический элемент на чайной доске который нет какой-то там тоже долго по использованиях и зачем это это сейчас это просто такой элемент украшения даже скажем так чайного пространства так что желаю всем приятных чай пить и всего доброго